Девушки отдыхают В пересчете на доллары 2020 года Именно в такую сумму оцениваются потери компании Ford, понесенные ею в ходе запуска проекта Edsel Который сегодня считается одним из, а возможно и самым грандиозным маркетинговым провалом всех времен В этом видео будет рассказана печальная история автомобильной марки Edsel Рожденные в жесточайших муках и лишь для того, чтобы умереть всего через 3 года после появления на свет В начало 30-х годов прошлого века, благодаря четкой и строго регламентированной организационной системе мистера Альфреда Слоуна О которой я рассказывал в предыдущем видео Корпорация General Motors со своими специализированными подразделениями для каждой рыночной ниши Стала примером для подражания для всех американских автопроизводителей Начиная от независимой мелкой рыбешки, такой как Kaiser Fraser И заганчивая могучей корпорацией Chrysler Исключение составлял лишь Ford Массово клепавший дешевое авто в огромных количествах И плевать хотевший на все эти новомодные веяния Политика Генри Форда, делавшая главную ставку на массовое производство дешевых автомобилей Вполне себя оправдывала и была особенно актуальной в условиях депрессии начала 30-х Но по мере роста американской экономики У этой политики начал все ярче проявляться ее главный недостаток Отсутствие предложений в среднем ценовом сегменте Еще в 1922 году компания Ford стала владельцем обанкротившегося Линкольна И сумела возродить премиальную марку Однако между машинами Ford и Линкольнами существовала настоящая ценовая пропасть В которой пропадало огромное количество потенциальных покупателей Сын Генри Форда, Этсел Брайан Форд Возглавивший компанию в 1919-м Отличался от Генри Форда менее консервативными взглядами Однако лишь к 1937 году он сумел убедить отца В необходимости создания нового подразделения Которое смогло бы заполнить брешь между Фордами и Линкольнами Так в 1939 году была рождена марка Меркури Действовавшая в том же ценовом сегменте В котором работали Крайслеровский Десота Олдс Мобиль от Дженерал Моторс или Хадсон Этсел Форд скончался от рака в 1943 А в 1945 году место президента Форд перешло к его старшему сыну 27-летнему Генри Форду Второму Который несмотря на свой юный для руководителя огромной корпорации возраст Очень быстро осознал Форд Мотор Кампани пребывает в глубочайшем кризисе Выбраться из которого помогут лишь новые подходы к управлению и планированию Те самые подходы, которые Дженерал Моторс уже давно и успешно использовала В 1946 году Генри Форд Второй кардинально обновил руководящий состав своей компании Приоритетным направлением развития которой теперь стало планомерное расширение модельной линейки Таким образом, в 1949 году была запущена полностью новая линия продуктов Форд Мотор Кампани Состоявшая из четырех моделей Форды с колесной базой в 290 см и ценовой вилкой от 1300 до 1900 долларов Меркури с колесной базой в 300 см и ценой от 2000 до 2500 Стандартные линкольны, колесная база которых составляла уже 307 см А цена варьировалась от 2500 до 3200 долларов И, наконец, топовая серия автомобилей Линкольн Космополитен С колесной базой в 317 см и ценами от 3200 до почти 4000 долларов При этом в составе Форд Мотор Кампани действовали лишь два подразделения Непосредственно Форд и Линкольн Меркури В теории, эти два подразделения и четыре семейства автомобилей, ими производимых Закрывали все рыночные ниши американского авторынка Форд был прямым конкурентом Chevrolet и Plymouth Меркури работала против Pontiac, а также против Oldsmobile и Dodge Стандартные линкольны боролись за покупателя с Buick и Chrysler А линкольн Космополитен должен был сражаться с Cadillac и Packard Но реальность была далека от теории И главная проблема заключалась в большом ценовом разрыве Между самыми дорогими Меркури и самыми дешевыми линкольнами Этот разрыв составлял почти полтысячи долларов Согласно маркетинговым исследованиям, лишь один из четырех покупателей Форд со временем перемещался на Меркури или Линкольн Однако почти четыре из пяти покупателей Chevrolet Через какое-то время покупали более дорогую модель General Motors И продолжали двигаться вверх по иерархической лестнице того же концерна Генри Форд II прекрасно понимал, что нишу между Меркури и Линкольн нельзя оставлять открытой Поэтому в сентябре 48-го, за четыре месяца до того, как фордовская модельная линейка 49-го года поступила в продажу Он заказал еще одно маркетинговое исследование Для оценки покупательских предпочтений в сегменте между Линкольн и Меркури И возможности вывода на рынок новой модели для этого сегмента Война в Корее, разразившаяся в 50-м и последовавшая за ней перебои с поставками стратегических материалов Помешали Форду приступить к немедленной реализации этого плана Но, когда Линкольн в 52-м модельном году отказался от производства своих стандартных моделей с короткой базой Ценовой разрыв между Меркури и Линкольн составил практически одну тысячу долларов И необходимость запуска новой модели между ними встала перед компанией еще острее Летом 52-го года Джон Дэвис, вице-президент Ford Motor Company по продажам Представил Генри Форду II новое исследование Этот масштабный шеститонный фолиант, получивший название «Книга Дэвиса» Убедительно доказывал, что компании жизненно необходимо увеличение числа подразделений с двух до трех Причем флагманская позиция должна отводиться новой марке Которая будет стоять выше Линкольна Ее производством должно будет заняться новообразованное подразделение Special Products Division А между Линкольном и Меркури, согласно выводам книги Дэвиса В обязательном порядке должен существовать еще один промежуточный бренд Генри Форд II в целом одобрил этот план Однако вследствие разногласий в руководящем составе компании Его реализация продолжала откладываться Хотя кое-какие наработки в этом направлении вестись все-таки начали Но к активным действиям приступили лишь в 1955 году К этому моменту председателем совета директоров Ford Motor Company был Эрни Брич Умудренный опытом бывший президент одного из подразделений General Пост генерального менеджера Ford Division занимал молодой и амбициозный Роберт Макнамара Будущий министр обороны США А должность вице-президента по планированию легковой и грузовой линейки Ford Принадлежала Льюису Крузо Именно Крузо, при поддержке Джека Рейта Бывшего руководителя французского отделения Ford Выступил с новым планом расширения компании Созданным на основе все той же книги Дэвиса Появившейся, напомню, тремя годами ранее Крузо и Рейт предложили увеличить количество подразделений до 5 Включая полное разделение Mercury и Lincoln Запуск нового бренда под названием Continental, который займет позицию над Линкольном И запуск еще одной новой марки между Ford и Mercury Получившей предварительное название Icar В котором литера I обозначала слово Experimental, то есть экспериментальный Это новое подразделение должно было позволить Ford увеличить количество дилерских центров по всей стране Составлявшее лишь половину от количества GM-овских дилеров По мнению Крузо и Рейта, относительно небольшая дилерская сеть Являлась одной из основных причин того, что Ford в 1954 году едва сумел продать лишь третью часть От более чем 1 миллиона автомобилей, реализованных дилерами General Motors Многие топ-менеджеры Ford Motor Company, включая Джона Дэвиса Автора оригинальной книги Дэвиса, выступили против такого плана Однако Крузо и Рейт, утверждавшие, что благодаря нему продажи возрастут не менее чем на 20% в течение ближайших шести лет Все-таки сумели убедить совет директоров И 20 апреля 1955 года стартовала полномасштабная реорганизация Ford Motor Company Главным дизайнером проекта Icar был назначен некто Рой Браун, ранее работавший в Меркури В его задачу входило создание машины, не похожей ни на одну существовавшую Но при этом она должна была использовать основные кузовные компоненты Ford для снижения общих издержек на производстве Брауну была представлена полная свобода действий И в результате, после недолгих поисков, он выдал дизайн действительно уникальный и никем до этого момента не использовавшийся Спустя три месяца после подписания плана Круза Рейта, дизайн новой модели в форме глиняного прототипа Icar был презентован совету директоров Ford Motor Company Для Брауна это событие стало его звездным часом Его машины, самые высшие руководители компании, включая председателя совета директоров Эрни Брича, в буквальном смысле аплодировали стоя Однако впоследствии оказалось, что мнение больших автомобильных боссов не совпадает с мнением автомобильной прессы и большей части публики Если стилистика задней части машины с массивной горизонтальной оптикой в форме распростертых крыльев чайки действительно пришлась многим по вкусу И даже ненадолго была принята на вооружение компании Chevrolet То дизайн передка, и в частности радиаторные решетки, вызвал у публики ассоциации, совершенно не связанное с теми, которые планировались По версии Брауна, форма центральной радиаторной решетки должна была быть непосредственно связана с формой хомута из конской упряжи Однако на деле ее сравнивали и с лицом человека, только что съевшего лимон, и с крышкой унитаза, и даже, простите, с женскими половыми органами Что для все еще консервативного американского общества конца 50-х было крайне нехарактерно И явным образом демонстрировало, насколько неудачным оказался дизайн Брауна для своего времени Но фордовские боссы пока не догадывались, насколько холодный прием ожидает новую модель Они не просто дали ей зеленый свет, но и назвали ее Этсел, в честь Этсела Брайана Форда Согласно имеющимся сведениям, основную роль в этом сыграл Эрни Бридж Именно он убедил Генри Форда II, что Этсел станет превосходной данью уважения его безвременно скончавшемуся отцу Впоследствии, однако, когда Марка приказала долго жить, Бридж начал открещиваться от своей роли в этом деле И утверждал, что Льюис Круза настоял на таком названии Так или иначе, но 19 ноября 1955 года компания Форд в своем официальном пресс-релизе впервые объявила о создании нового подразделения Этсел В рамках которого будут действовать более тысячи новых дилерских центров по всей Америке В этот же период заработал новый флагманский бренд Форд Мотор Кампани – Континенталь С невероятно высокой ценой – от 10 тысяч долларов – Континенталь сразу же пошел ко дну И уже в июле 1956-го подразделение было закрыто А автомобили марки Континенталь продолжили выпускаться как линкольны Бывшие офисы похороненного Континенталя заняли сотрудники Этсел И это явно был недобрый знак В великолепном, как поначалу казалось, плане Круза Рейта появилась первая трещина Вторая трещина начала разрастаться совсем скоро В мае 1957 года у Льюиса Круза случился сердечный приступ И он вынужден был досрочно уйти на пенсию Место Круза занял Роберт Макнамара – яростный противник плана Круза Рейта А уже в августе того же года с поста управляющего брендом Меркури был уволен Джек Рейт Меркури и Линкольн были вновь объединены в одно подразделение От оригинального плана Круза Рейта фактически остался лишь Этсел Производство которого к этому моменту уже было налажено на модернизированных мощностях Нескольких заводов Форд и Меркури в США и Канаде Предполагалось, что в конечном итоге Этсел получит в распоряжение собственный завод Но этого так и не случилось Совмещение производства Форд, Меркури и Этсел Безусловно имело смысл с точки зрения сокращения издержек Но по факту это вылилось в серьезнейшую проблему Проблему контроля качества Ведь несмотря на схожесть конструкции Форды, Меркури и Этселы имели множество уникальных компонентов Что серьезно усложняло сборочный процесс И создавало благодатную почву для всякого рода ошибок во время сборки Именно по этой причине Форды и Меркури производства 1957 года Отличались неудовлетворительным качеством сборки А дела у новых Этселов с этой точки зрения обстояли еще хуже Но изменить что-либо Форд был уже не в силах Грандиозная премьера Этсел изначально в форме четырех трехобъемных моделей Citation, Corsair, Pacer и Ranger Была назначена на 4 сентября 1957 года Ей предшествовала не менее грандиозная рекламная компания Продолжавшаяся в течение нескольких месяцев И обещавшая публике новый, созданный по новым технологиям автомобиль С новым радикальным дизайном Форд обещал людям буквально совершенно новый тип автомобиля И надеялся продавать по 200 тысяч его экземпляров в год Однако по факту оказалось, что ничего из обещанного публика так и не дождалась Тут, однако, следует сделать уточнение Пришедшиеся не по вкусу публики дизайн А также чрезвычайно низкое, зачастую просто неприемлемое качество сборки Этселов Затмили собой все те инновации, которые Этсел действительно представил и использовал В частности, это куполообразный спидометр Индикаторы на приборной панели, сообщавшие о низком уровне масла и включенном стояночном тормозе Кнопочная система переключения скоростей, расположенная в центре руля Также прочие инновационные фишки, ранее существовавшие, но массово не использовавшиеся К примеру, саморегулирующиеся барабанные тормоза, детский замок на задних дверях или ремни безопасности Стандартные на автомобилях Этсел, но только опциональные на всех прочих американских моделях На все эти новшества никто почти не обратил внимания Они просто растворились в негативе по поводу дизайна и качества Которые, кстати, были не единственными косяками Этсел Возможно, его наиважнейшая фундаментальная проблема крылась в неправильной, совершенно неопределенной рыночной позиции Вместо того, чтобы расположиться точно между Форд и Меркури Этсел, как по цене, так и по размеру, оказался почти полностью на территории Меркури А снизу даже прихватывал топовые варианты Форд Фейерлин 500 Чтобы понять весь абсурд ситуации, в которой оказался Этсел Нужно вернуться в 49-й год и вспомнить, с чего все началось Был Форд, был Меркури, был Линкольн и была дыра между Меркури и Линкольн Которую и хотели заполнить с помощью новой модели Спустя долгих 9 лет бюрократических проволочек Быстро устревающих маркетинговых исследований и бесконечных споров в руководстве Долгожданная новая модель наконец появилась Но совершенно не в том месте, где было задумано изначально А дыра между Меркури и Линкольн никуда не делась Она лишь стала немножко меньше И в довершение ко всему Этсел появился на свет как раз в тот момент, когда экономика США переживала свой очередной кризис Известный как рецессия Эйзенхаура С точки зрения автомобильных продаж эта рецессия повлияла именно на средний ценовой сегмент Некоторые марки в 58 году недосчитались более 30% своих покупателей Тот же Меркури, к примеру, просел почти в два раза А многострадальный Этсел в первый год производства разошелся тиражом всего в 63 тысячи единиц То есть менее трети от планировавшейся цифры И это даже несмотря на введение в 58 году в линейку Этсел трех универсальных версий Roundup, Villager и Bermuda Примечательно, что многие из проданных машин были построены на канадских фабриках Ford Практически не имевших проблем с контролем качества И те покупатели, кому посчастливилось стать их владельцами, были вполне удовлетворены своим выбором Ведь восприятие дизайна, по большому счету, это дело глубоко субъективное И тот факт, что внешность Этселов не понравилась большинству, вовсе не означает, что так думали вообще все Этселы были большими Взглядной кузово в зависимости от модели от 541 до 559 сантиметров Прекрасно оснащенными, комфортабельными машинами Да к тому же имели в распоряжении весьма серьезные силовые агрегаты Наиболее мощные из которых, 410 V8 на 6,7 литра, выдавал 345 лошадиных сил мощности и 644 ньютон-метра момента Заставляя почти двухтонную махину ускоряться до сотни километров примерно за 8 секунд К сожалению, качественных канадских Этселов было продано слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию И руководству Форд даже не нужно было ждать конца 58-го года, чтобы понять, что марка начала тонуть, едва успев выйти в открытое плавание Все стало ясно уже по результатам продаж последних месяцев 57-го И уже в самом начале 58-го Этсел прекратил существование как самостоятельное подразделение И был введен в состав дивизиона Линкольн Меркури, который получил новое имя Меркури Этсел Линкольн Дивижн В течение 58-го, рассмотрев все возможные варианты развития марки Было решено сократить количество моделей семейства Этсел до трех Рейнджер, Корсар и Универсал Виллиджер Оснастить их меньшими двигателями, немного снизить цены и упростить дизайн Сделав его куда более простым и консервативным Кроме того, к 60-му году было решено запустить новую компактную модель Этсел на архитектуре Ford Falcon Эта модель, в будущем получившая имя Comet, к 61-му году, согласно плану, должна была заменить собой все существовавшие модели Этсел И в результате вывести марку из среднего ценового сегмента в сегмент более дешевых премиальных компактов Но Этсел не сумел протянуть до 61-го Когда модельный ряд 60-го года дебютировал осенью 59-го, на него поступило всего 2400 заказов А общее количество реализованных в 60-м году автомобилей едва превысило 2800 единиц Уже в ноябре 60-го марка Этсел была ликвидирована Тираж выпущенных за три модельных года автомобилей составил 110 847 экземпляров Этсел умер, но модель Comet, работа над которой к 60-му году была полностью завершена, не ушла вместе с ним Ее запустили на рынок под знаком Меркури И с тиражом в 116 тысяч экземпляров, проданных в течение 60-го года, Comet серьезно помог подразделению Линкольн-Меркури пережить трудные для автоиндустрии времена В течение всех десятилетий, прошедших с момента дебюта марки Этсел, историки нашли массу объяснений ее провалу Включая неудачное время для запуска, неудачный дизайн, неудачное маркетинговое исследование, неправильные выводы, сделанные на их основе и как следствие неудачное позиционирование Но есть и другая, альтернативная теория, объясняющая скоропостижную кончину Этсел Это теория заговора, и она гораздо интереснее всех экономических и маркетинговых обоснований Рассказанная одним из младших сотрудников Ford, отдавшим работе в компании большую часть своей трудовой карьеры Эта теория обвиняет во всех бедах Этсел мистера Роберта Макнамару, который саботировал марку с самого ее рождения Причина для саботажа проста Макнамара, будучи главой подразделения Ford, выпускавшего бюджетное авто, видел в Этсел большой потенциал для развития и опасался, что однажды эта марка превзойдет по значимости Ford Division Он просто ревновал к Этсел, эта ревность со временем переросла в ненависть И Макнамара сделал все от него зависящее, чтобы Этсел загнулся Именно Макнамара настоял на том, чтобы машины Этсел строились на его фордовских заводах, а не получили в распоряжение собственные А затем, именно Макнамара поспособствовал тому, чтобы Этселы выпускались в самом низком качестве, которое только возможно, а отдел контроля прикрывал бы на это глаза А между тем, машины, производившиеся на канадских фабриках Ford, менее подверженных влиянию коварного Макнамары, отличались весьма достойным качеством Примечательно, что эта история имеет под собой довольно веские основания Ведь Макнамара открыто выступал против Икар, а впоследствии Этсел Еще в 1964 году один из кандидатов в президенты США публично обвинил Макнамару в провале марки Этсел Более того, имеются свидетельства, что во время ее презентации 4 сентября 1957 года Макнамара заявил одному из журналистов буквально следующее Не переживайте, мы скоро похороним этого урода И ведь он действительно похоронил Жизнь бренда Этсел оборвалась в 60-м, именно в том году, когда Роберт Макнамара стал президентом Ford Motor Company Скорее всего, мы никогда не узнаем, какова же была реальная роль Роберта Макнамары в этом деле Однако одно известно наверняка Этсел оставался для Ford больной темой на протяжении еще очень долгого времени после своей бесславной кончины Эта фиаско была особенно горьким для Генри Форда II, не только потому, что он потерял кучу денег, но и потому, что все это было непосредственно связано с именем его отца Этсел и человек, и автомобиль явно заслуживали большего И сегодня, более чем с полувековым опозданием, это признание наконец пришло Выжившие до наших дней автомобили марки Этсел, а таких по некоторым оценкам существует сегодня менее 10 тысяч Превратились в предмет гордости множества коллекционеров и простых автовладельцев И цены на эти машины продолжают расти год от года Особенным спросом на аукционах пользуются наиболее редкие версии Кабриолеты Ихар Топы Рейнджер 60-го модельного года Аукционная стоимость этих автомобилей зачастую превышает 100 тысяч долларов, а иногда достигает и двух сотен тысяч Кабриолеты Ихар Топы Рейнджер 60-го модельного года Кабриолеты Ихар Топы Рейнджер 60-го модели